Самую крепкую, дружную и спортивную семью выбрали в Неницком округе. Чтобы получить этот необычный статус, конкурсантам пришлось пройти через несколько испытаний. Они и пели, и танцевали, и даже зарядку делали. За происходящим внимательно наблюдала строгая жюри и оценивала сразу по нескольким критериям. Моя коллега Надежда Литкова, которая непосредственно принимала участие в конкурсе молодых семей, уверяет, было интересно и даже смешно ей слово. Крепка семья, крепка держава. Каждое государство заинтересовано в создании здоровой и прочной семьи. Настоящая семья возникает из любви и дает человеку счастье. Конкурс молодых семей в Неницком округе проводится ежегодно с целью повысить роль семьи и престиж семейной жизни в обществе. Организаторы Центра поддержки молодежных инициатив стараются раскрыть творческий потенциал молодых семей, разнообразить их досуг и, конечно, выявить пары, достойно воспитывающие своих детей. До этого у нас было больше приоритет на творчество. В этом году мы решили ориентированно взять направление на год физической культуры и спорт в Неницком округе. В этом году у нас участвуют пять семей в очном этапе, а также одна семья в очном этапе села Оксина. В первом этапе Липатовы, Щепковы, Чупровы, Козловы и Новоселовы продемонстрировали творческую визитку, историю своей семьи, ее членов, традиции и хобби, затем спортивные способности в различных состязаниях. Зрелище получилось ярким и позитивным. Болельщики не скрывали своих эмоций. Особенно порадовал зрителей конкурс для ПАП «Нормы ГТО». Во время концерта организаторы также наградили участников фотоконкурса «Семья в глазами молодых» и конкурса детской поделки «Осенняя фантазия». Награждение затянулось, ведь жители округа прислали около 70 работ. Болельщики также не остались в стороне. Группу поддержки семьи Чупровых признали лучшей и вручили ей сладкий приз. Несложные конкурсы. Подготовка много времени не заняла. Было весело. Нисколько не сложно, наоборот, разнообразить, мутни, возможность выйти куда-то. Для многих это первый выход на сцену. Участники очень волновались, но все же с достоинством выдержали все испытания. Члены жюри отметили, только любящие сердца смогут преодолеть все препятствия, как в конкурсе, так и в реальной жизни. Семья – это естественная среда, где происходит не только воспитание ребенка, но и его социализация. И все остальные институты, они уже на втором-третьем месте. Поэтому конкурсы, которые проводятся ежегодно, окружным управлением образования, они вносят свою лепту именно для развития, для понимания ценностей именно молодых семей, которые являются на сегодняшний день социальными навигаторами, двигателями нашего семейного воспитательного пространства. Своим участием семьи привлекают внимание не к проблемам семьи, а к самой семье. Ее значимости в обществе отмечают члены жюри. Два часа пролетели незаметно. И вот председатель жюри Ольга Старостина объявляет итоги конкурса. Итак, вот и завершился окружной конкурс молодых семей Нинецкого округа 2014 года. И победителем стала семья Новоселовых. Давайте узнаем, в чем секрет их победы. Семья Новоселовых, в чем секрет вашей победы? Счастье там, где есть любовь. Вот наш секрет. Отлично. А как вы рады, чтобы стали победителями? Да, безусловно рады. Хорошо. Что скажете другим молодым семьям, участникам конкурса? Пусть участвуют. Это здорово. Позитивные эмоции. Ну, это клево. Хорошо, спасибо большое. Вы молодцы. Надежда Литкова, Александр Туркин, Телеканал Север.